Этот участок недалеко от деревни Волынцево дорогой назвать крайне сложно. Напротив, это уже самое настоящее бездорожье. Виной тому беспрерывный поток большегрузов, которые возят песок с карьера. Он вон там, недалеко отсюда. Его разработка ведется уже больше полугода. За это время дорога превратилась в практически непроходимую. Впервые о песчаном карьере Волынцево наш телеканал рассказал летом прошлого года. Тогда местные жители были вынуждены терпеть беспрерывный поток многотонных грузовиков с песком. От них по всему поселку стояла пыль столбом. А состояние местных дорог уже тогда оставляло желать лучшего. Жильцы близлежащих деревень с трудом подбирали слова, чтобы описать происходящее. Варварски так, но это уму непостижимо. Это не современные методы работы. Я даже не знаю как. Спустя 8 месяцев, в течение которых работы по разработке карьера, по словам местных жителей, не прекращались, ситуация не только не улучшилась, а, пожалуй, стала еще хуже. Касается это в первую очередь дороги Медное-Кумардино. Практически на всем ее протяжении, к марту от дорожного покрытия, ровным счетом ничего не осталось. Вот как весна началась, вообще невозможно ездить просто. Уже две недели, это ужас просто. Я налоги плачу, все, работаю. И вот я должен ломать свою машину. Я две рессоры уже сломал. Впрочем, с ломанными рессорами дело не ограничилось. Местные жители рассказывают, что на минувших выходных на этом участке и вовсе случился курьез. Автобус, следовавший по маршруту Тверь-Кумардино, попросту застрял в непроходимой грязи. Выталкивали пазик всем миром. Позавчера автобус застрял, то есть пассажиры автобуса его выталкивали. После этого звонили на автовокзал. На автовокзале сказали, что автобусы больше ходить сюда не будут, только до Медного. Теперь до Кумардино автобусы попросту не ходят. Как удалось выяснить, администрация Медновского сельского поселения еще в конце февраля обратилась в дирекцию территориального дорожного фонда Тверской области с просьбой привести в порядок разбитую грузовиками дорогу. В ответ на это дирекция ТДФ провела совещание, на котором обязала компанию «Транстроймеханизация» отремонтировать дорогу. В процессе разговора в телефонах с представителями фирмы «Транстроймеханизация» это генеральный подрядчик, обещают начать работы по ямочному ремонту в самое ближайшее время. А должны были начать еще 15 марта. Такое решение было вынесено территориальным дорожным фондом. Однако даже спустя пять дней работы по ремонту дороги так и не стартовали. Никита Васильев, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ Пилот.